Этот буксир пострадал первым. Сообщение о возгорании поступило 30 сентября. К счастью, на борту кроме капитана никого не было. Вся команда находилась на берегу. По факту возгорания, Следственный комитет на транспорте ведет проверку. А пока рабочие строят собственные догадки. Просто когда его заправляли, я сам чувствую, ацетоном пахнет. Это все берут, некачественное топливо берут. Капитана доставили в больницу с травмой руки. Известно, что судно выгорело изнутри. По версии следствия, пожар произошел при розжиге отопительного котла. Но на этом возгорания не закончились. 2 ноября в 12 часов 4 минуты поступило сообщение от очевидца о том, что в 8 районе Борок, города Рязани, со стороны речного порта видно сильное сдымление. На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что происходит сгорение двух речных тягачей. К тушению привлекалось 8 человек и 2 дни с техники. Во время съемок сюжета в порт подъехала машина водолазов. Это представители частной компании. Кто их вызвал на место пожара, они так и не сказали. Сначала он сейчас это неофициально обследует все, узнает результаты, передаст начальнику. Тот потом будет сделать экспертизу, будет передавать солярку, от чего он сгорелся, проводка, солярка. Может солярка, они добавляют. Внутренние и так далее. На пробоины. От разговора на камеру мужчины категорически отказались. Нам удалось созвониться с представителями речного порта Рязани. Однако они утверждают, что экспертизу не заказывали. Более того, отношения к судам не имеют. Теплоходы нами проданы. Что с ними делать новый собственник, я знать не знаю. Ждет он их, танцует на них, шашлыки жарит. Это не мои проблемы. Понимаете? Все пожары приписывают речному порту, какую-нибудь выплату зарплаты приписывают речному порту. И главное, у нас из-за этого потом от проверяющих организаций возникают вопросы. Тем не менее, когда наша съемочная группа проводила съемки в районе порта, нас пытались выпроводить представители именно этой организации. Нет, я с вами знакомиться не хочу. Я здесь работаю. Что же вы такие журналисты не знаете, где находится рязанский наш порт? Где управление там? То есть, где сидит директор, где заместитель его сидит, где все бухгалтерии там? На борту одного из горевших судов бригада рабочих признаются, что сами не местные. От комментариев отказываются. Он дал команду было резать. Я говорю, как сразу здесь милиция, пожарники, когда вызвали, убежали сразу махом. Поговорить на камеру с нами решился Александр. Он работает в порту второй год. Отмечает, что люди привыкли к этой работе. Возят песок в основном в Кузьминке. Говорит, многие экипажи недоукомплектованы. Люди работают без выходных. А профессионалы, которые по 40 лет жизни отдали порту, давно уволились. А руководство как реагирует ваше? Да никак. Они все давай, 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 все выжимают с людей, все что может. Люди безорват уволились. Работают, полгода работают, зарплаты не получают. Вот сейчас мы в июле месяце без премии все получили. За прошлый год премии дали людям за ноябрь месяц. Что вы говорите? Люди убегают отсюда. Сотрудники порта информацию отрицают. О задержках зарплаты они не слышали, как и о дальнейшей судьбе судов. По их словам, буксиры продали до возгорания. Однако нового собственника называть отказываются. В настоящее время по данному факту проводится проверка Рязанским линейным отделом на транспорте в порядке статей 144-145. по результатам которой будет принято решение. Для установления причин возгорания потребуется проведение пожарно-технической экспертизы. Кроме того, Рязанской транспортной прокуратуре также проводится проверка по данному факту. В том числе будет дана оценка возможным действиям собственника данных судов по утилизации. Мы следим за развитием событий.